всем привет обзор планшета lenovo tab p12 это планшет стоимостью примерно 450 долларов то есть такой недешевый поверху средней ценовой категории планшет со своими особенностями у него огромный 12 7 дюйма дисплей и 3к разрешение 2944 на 1840 разрешение этого дисплея это одно из лучших разрешений которые я вообще-то встречал в гаджетах в планшетах но по крайней мере которые у меня были на обзоре планшетах и смартфона этим как приступим к распаковке данного планшета призываю подписываться на бусте или patreon канала этим вы очень сильно поможете развитию канала поддержите канал и получите доступ к отдельным материалам которые будут выходить только там ну что давайте к распаковке переходим открываем огромную коробку вот максимально отдален камеру что цвета помещалась было видно просто огромнейший планшет прям как ноутбук 12 7 дюйма то есть стандартные ну да почти как экран ноутбука ноутбука там 15 дюймов чуть чуть больше это как стандартные ноутбуки такие чуть компактнее ну как этот планшет будут экраны дальше в комплектации документация lenovo tab и lenovo tab pen plus стилус который будет идти в комплектации дальше скрепка для слота но это слот только для sd карточки тут он эта версия получаются на самая дешевая на 8 256 по сути небольшой объем встроенной памяти это только вай фай версия и за 450 долларов так это для стилуса носик дальше нет ничего ну давайте сейчас аккуратненько извлечем этот стилус и смотрим на остальную комплектацию туда адаптер для зарядки 20 ватт адаптер и кабель юсб на тайп си оттуда так понимаю посередине это пустое пространство она не открывается да никак не открывается там просто пусто хорошо все это теперь сторону и достание планшет посмотрим на внешний вид планшета аккуратненько прям огромный самый большой который точно был на обзоре слева динамики вот этот слот кнопка включения сверху кнопки регулировки громкости вот тут 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 еще динамики тайп с порт снизу коннектор для док станции сзади металлический и пластиковый корпус тут нет это цельнометаллический корпус пластиковых вставок нет вообще не вижу он цельнометаллический ну классно выглядит планшет блок камеры вспышка камера 13 мегапикселей то есть самая обычная и гравировочка lenovo вот ну классный цвет sound by gbl dolby atoms все звуковые технологии тут есть но чуть позже включим и посмотрим послушаем как звучат динамики так пока достанем стилус не работает выполняем подключение lenovo завершить все подключен будьте готовы на пылу вдохновения все работает в общем но есть зарядка его нужно через тайп си отдельно заряжать как вы его достанете нужно зажать кнопку включения на 8 секунд и связать с планшетом все и теперь он работает ну в общем огромнейший экран планшета я уже сюда по устанавливал бенчмарки из предустановленных программ из необычного конечно же есть детский режим и отдельные детские вариации программ есть это lenovo вская контроль за планшетом вот математика то есть для расчетов мы можно что-то и по умнее на там записывать вот в общем вот так вот она считает все тут сюда можем писать она все будет автоматически считать интересная программа ну чисто профессиональная вот еще рекомендую я поставил кнопки для управления почему-то я подумал что так будет удобнее но лучше поставить жесты вот жестами будет лучше так смотрим дальше тут все работает стилус все работает это больше для рисования для каких-то расчетов так в принципе и пальцами можно без проблем ну классно что он есть то есть это уже больше такая профессиональная вещь вот и у него этот были большой наконечники в комплектации есть еще есть еще макой наконечник помельче так открываем давайте передать им характеристики сначала характеристики настройки и посмотрим о телефоне кстати называется у нас не о планшете а о телефоне у нас есть обновление системы проверим так просто нужно перезагрузить 173 мегабайта ну сейчас я этого делать не буду давайте посмотрим на версию у нас версия по леново зуи 15.0032 android 13 процессор мткд 7050 dimensity 7050 вот а по видео ускорителю давайте смотреть что у нас тут ну в общем крутое железо вообще очень крутой планшет очень крутой экран с огромным разрешением огромным огромной диагональю принципе да все есть для профессиональной работы то есть это такой профессиональный планшет идем дальше переходим в антуту бенчмарк очень хорошая цифра в антуту особенно как для планшета пятьсот двадцать семь тысяч очень хороший результат так mali g68 mc4 видео ускоритель мт 87 91 вид нет еще тест мульти тач ну четко 10к сами определяем и закрываем этот тест вот мы поиграми тут особо ничего вставить и не буду нет смысла тут все основные игрушки будут работать но как бы это не игровой планшет давай еще посмотрим на функциональность камера перед этим конечно же давайте послушаем динамики потому что казалось что они тут прям очень-очень крутые это я пальцами будет топ не набирать музыка без авторских прав послушаем стерео динамики тут и gbl и dolby и что хочешь очень качественные динамики очень громкие очень объемные просто бомба они динамики одни из лучших наверное что я слышал из-за размеров их очень легко разместить смартфонах просто такие динамики даже наверное не поставить как есть в этом планшете на звук очень качественный громкий прям очень приятно было слушать в этом огромный плюс то есть планшет можно будет использовать еще как колонку как хорошего качества колонку так ну камеру смотрим по функциональности у нас видео фото ну и сканирование то есть минимальный функционал как и у всех планшетов тут как бы камера это не конек данного планшета то есть его основные преимущества это большой экран для рисования для просмотра фильмов сериалов хорошая производительность хорошая комплектация с таким вот пером и супер супер классный экран вот камера это не плюс данного и конечно батарейка в 10200 миллиампер часа мы понимаем да что питать такой экран тут и ожидаем такой огромные батарейки точно не меньше 8000 миллиметров часа тут даже 10200 миллиметров час что тоже является плюсом данного планшета в общем отличный планшетник не дешевый но тут как бы понятно за что платятся такие деньги на этом все спасибо за просмотр увидимся